Рядовые и прапорщики по совместительству мастера спорта. Сборная России по скельпинизму в Сочи не в первый раз. Горный кластер курорта признают одной из лучших спортивных площадок. Третьи всемирные военные игры, которые стартуют уже через две недели, стали большой мотивацией для усовершенствования собственных и без того неплохих результатов. Самая высота, которая была, это 4000 с лишним. Хотелось бы, конечно, на Лебрус. Очень хочется. Ставлю перед собой такую цель. В этом году будут соревнования также на Лебрусе, будет забег на Лебрус. Будем стараться, будем акклиматизироваться, будем пробовать все-таки на вершину. Тренируемся мы уже с самого начала лета интенсивно. Сейчас вот готовимся, готовимся. Но сейчас вот сидим на загрузке такой, нормальные объемы делаем, дня три еще. Потом начнем уже скоростить и все, и подводиться уже к старту. Скельпинизм – достаточно молодой вид спорта в России. Члены сборной – это в первую очередь лыжники, которые пошли дальше. Средний возраст членов команды – 25 лет. Спортсмены младше просто не могут обладать достаточной выносливостью. Пройти трассу без специального спортивного инвентаря невозможно. Помимо лыж и палок, скельпинисты несут с собой еще и массу снаряжения общим весом до 15 килограммов. На гонку обязательно снаряжение – это лавинное снаряжение, лавинный щуп, лавинный датчик и лопата. Это из обязательного снаряжения. Оно находится все в рюкзаке. На тренировку сборная по скельпинизму из Центрального спортивного клуба армии приехала сейчас не случайно. Нужно познакомиться с трассой, изучить рельеф и привыкнуть к климату. Сегодня отрабатывают технику. Помимо лыжных приемов, спортсмены каждый день бегают в марафон. Шесть человек – это те, кто побежит в личном забеге. В командном соревновании четверо армейцев. Каждый из ребят – это выдающаяся личность. Они фанаты своего дела. Их не надо заставлять тренироваться. Они сами все выполняют, стараются, делают. Они выполняют сумасшедшие объемы тренировок. Несопостоимые даже с теми объемами, которые обычные спортсмены делают. Кроме ски-альпинизма на военных играх будет еще шесть видов спорта. Такие как биатлон, лыжные гонки. Скоро в Сочи съедутся тысячи участников игр из 20 стран. Разыграны будут 44 комплекта наград в командных и личных соревнованиях. Вооруженных сил России самый крепкий, настоящий боевой дух, который сломить невозможно. А спортсмены-бойнослужащие всегда были, есть и будут лицом не только армейского спорта, но и всех вооруженных сил, а в данном случае всей страны. Организаторы готовятся к торжественному открытию очередных для Сочи спортивных соревнований мирового масштаба, в то время как сборная России усиливает тренировки.